Еще пять лет назад на этом месте был пустырь, а сейчас одно из крупных предприятий, которое дает бюджету округа налоговые отчисления, а людям работу. На Дмитровском шоссе рядом с деревней Троица-Сельцо компания «Холдинг Логист» построила два складских помещения. По 25 тысяч квадратных метров каждая и теперь подмосковные сельхозпредприятия здесь временно хранят и сортируют продукцию местного производства. Слабоалкогольные напитки, сладкие газированные, минеральные воды, кисломолочную продукцию и многое другое. Пришлось с нуля все это дело осваивать, возводить, всю инфраструктуру строить, коммуникации прокладывать. Понятно, что ничего не было и из-за этого такие достаточно долгие сроки. Потом мы стараемся не пользоваться заемными средствами, практически все банковскими. Во всяком случае, да, поэтому за счет того, что это свои, иногда, как говорится, тяжело бывает, кризисы там всякие. Поэтому, в общем-то, может быть, немножко долго, как кажется, это все дело происходит. Первый комплекс начал работу год назад, второй запустят к лету. Инвестиции составили миллиард рублей. Успели до санкций, говорит Олег Волков. Дорогостоящее импортное холодильное оборудование уже приобрели. Остальное тоже оплачено. Есть и потенциальные партнеры, которые зайдут на новый склад. Сейчас, когда российская экономика испытывает давление, не просто приходится тем, кто уже уверенно стоит на ногах. А что уж говорить о новичках на рынке. Глава говорит, что давайте, мы готовы помогать. Если есть у вас какие-то вопросы, вы озвучите, мы сейчас проговорили. У них действительно тоже есть какие-то вопросы и по коммуникациям, и по въезду, для того, чтобы улучшить работу. Поэтому они сейчас подготовят перечень вопросов для Юлии Олеговны и передадут, назначат им встречу. Я думаю, что мы будем также по возможности помогать им решать. Сегодня на предприятии работает порядка 300 человек. Есть партнеры, которые хотят развивать бизнес. Преимущество холдинг-логистов и в их выгодном положении. Удобно и производителям, и покупателям. Надо сказать, что здесь особое внимание уделяют и мерам безопасности. Видите, для того, чтобы записать этот стендап, мне пришлось надеть каску и жилетку. Ну а рассказать я вам хотела о том, что рядом с продукцией, которая еще только отправится на прилавки, есть и пустая тара. Меня лично впечатлили вот эти пустые кеги. Здесь их порядка 20 тысяч штук. И в ближайшее время их отправят на заводы-изготовитель для того, чтобы снова наполнить алкогольной и безалкогольной разливной продукцией. Меры поддержки бизнеса сейчас разрабатывают на всех уровнях. Как отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, необходимо обеспечить бесперебойную работу предприятия, а если нужно – помочь с кредитованием. В Мытищах накануне принято решение о создании Совета по вопросам промышленности. Его задача – оказать помощь в адаптации к новому рынку с учетом предстоящего импортозамещения.